Большое спасибо за то, что вы собрались, большое спасибо за вашу работу. И все прекрасно понимают, я знаю, какая ситуация сложилась у нас в стране, у нас в области. И благодаря немецкой диаспоре, благодаря американским нашим землякам, которые уехали еще давно на постоянное место жительства, туда у нас появилась возможность оказать пусть небольшую, но, наверное, очень нужную на сегодняшний момент помощь больницам Харьковской области. Этот проект реализовался при поддержке областной государственной администрации, при поддержке Игоря Львовича Райнина, при поддержке Юлии Санны Светличной, за что им большое-большое спасибо. И надеюсь, что то, что передали Марбург Абос плюс, фонд «Новоокраина» — это львовский фонд, будет полезно и поможет в вашем нелегком труде. Мы надеемся, что это не последняя помощь и этому району, и другим остальным отдаленным районам. Будем сотрудничать очень тесно с львовскими благотворительными фондами и надеемся еще на... На дальнейшее сотрудничество и на то, что у нас будет возможность и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь больницам, которые расположены в отдаленных районах Харьковской области, наиболее нуждающимся больницам. И от имени адміністрации дозвольте мне подякувать областной адміністрации и благодейному фонду за надену поддержку, за надену благодейную помощь, которая понадобится нашим мешканцям, нашим хворим и сподіваемся на подальшую поддержку. Мы чувствуем поддержку областной адміністрации не только в виде благодейной помощи, а это есть кошки областного бюджета, это почти 42 млн грн. и сейчас здесь реализация этих всех проектов, это мы бачим 3 млн грн на дороге по Сахновщине, это мы бачим 2 млн грн грн на ремонт шкіл, это мы бачим, что майже 5 млн на ремонт и будивництво водопроводної мережи, 3 млн на будивництво газопроводу, тобто 42 млн, которые до конца года до нас будут реализованы. И я думаю, что люди відчутся всю заботу Юрия Львовича, Юрия Александровича и всей областной державной адміністрации. Ножницы, зажимы, пинцеты – как раз то, что необходимо нам для оказания помощи. Значит, пинцеты обычные, анатомические, хирургические, ножницы разные, там остроконечные, тупоконечные. Ну, то, что нам необходимо как раз. И количества предостаточно, по-моему. Плюс памперсы для тяжелых больных, для лежачих, реанимационных, взрослые памперсы. И маски дыхательные. Одноразовое, то, что пользуется спросом, то, что мы каждый день используем. Нам для хирургии у нас мы испытываем, потому что последние поставки, то, что было, маденчина. Я извиняюсь, после одного-двух раз стерилизации сталь стает черная. А тут я смотрю, ну, смотрю, про медикал. Посмотрим, время покажет. Ликарь-анестезиолог, сахнущий на ЦРБ, Федор Викторович Галяпо. Лицевая маска. Для анестезиологов. Медперсонал. Ликарь-анестезиолог, сахнущий на ЦРБ, Федор Викторович Галяпо. Ликарь-анестезиолог, сахнущий на ЦРБ. Ну ничего, выходило, все нормально. Мне дам девочка. Ну что я делаю? Уже обратился. Ой, Боже. Нет, это мало показалось. Вот оно уже было, филосфейский было. Сейчас уже четыре века. Боже, это волосы. У меня так хорошо в ночи. Какая девочка. Пилосместя родила. Пилосместя родила. Да, вообщем моему русским. Прямо зла ее. И сейчас. И сейчас, вместо того, как я щелкать. Вот мы не выросли. Весна Ci. Для меня. У меняется в конце 18 часов.